Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Hyundai Solaris 2012 года выпуска. Двигатель 1.6, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 108 тысяч километров, без малого там. Троид. Заводится нормально. Подозрение было, что датчик положения коленвала нет. Запускается быстро, без задержек. Какое-то время работает устойчиво, потом проседают обороты, начинают плавать, и машина начинает раить. При разгоне тупит, не едет. При резком нажатии на педаль идет провал с бубнением. И также светится чек. Сначала он моргал, хозяин сказал, загорался, пропадал. Потом он загорелся и уже не пропадает. Сейчас подцепляем компьютер, смотрим, на что у нас ругается чек, какие ошибки. В данный момент да, все, начали плавать обороты. Чек не светится. Резко даю газу. Провал. Заморгал чек. Заморгал чек. Воняет топливом. Из выхлопной смесь богатая. Такое впечатление, что какой-то из цилиндров не работает. То ли катушка, то ли свеча. Подозрение на нее. И чек поморгал, поморгал и потух. Странно, чек живет своей жизнью. То он горит, горит у него, то он тухнет сам. Опять заморгал. Ладно, подцепляю компьютер. Здесь вот под этой крышечкой находится разъем. Программка автоком, она у меня старенькая. 2013 года я пробовал найти Hyundai Solaris. В списке у меня его нет. Вот забил, сейчас посмотрел. Забил Kia Ceed 2012 года. Бензин G4 FC двигатель 1.6, который идет гамма. И вот по нему попробую. Потому что двигатель точно такой же, машина одинаковая. Попробую по нему зайти. Но если не получится, то я уже попробую по общей. Так, зажигание включаю. Отмечен пропуск зажигания в одном или нескольких цилиндрах P03-00. И ошибка P03-04. Отмечен пропуск зажигания в цилиндре 4. Активен. Ошибка получается одна. по четвертому цилиндру. Сейчас сделаю простой ход. Сниму катушку четвертого цилиндра и поставлю ее на место третьего цилиндра. Нет, первого. Подальше уберу. Поставлю на место первого цилиндра. Открываю капот. и как здесь немножко пыльно. Откручиваю 4 болта головка на 10. Откручиваю головку на 10. на 10. Вот. Откручиваю на 10. Откручиваю на 10. Откручиваю на 10. поэтому ослабляю катушку первого то есть четвертого и первого цилиндра. Здесь защелки здесь отсутствует защелка здесь есть. Нажимаем снимаем разъем. Сначала катушку проверим. Если не пойдет выкрутим свечи проверим. Внешне все нормально с катушкой. Наверное все-таки свеча. следует... Продолжение следует... Разъем... Разъем... Пробую, запускаю. Так, обороты плавают. Работает неустойчиво, с провалами, с пропусками. Чек не светится. Добился чека. Глушу. Включаю зажигание. Так, 0300 и 0304. Выхожу. Так, отключился. Вот так вот. Все нормально. В Hyundai Solaris зашел через Kiosit. Подключился. Так, это нам не надо. Нам надо вот это. Все. 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 Получается, у нас появилась ошибка на первый цилиндр. П0301. П0301. Отмечен пробку зажигания 1. Не завершено. Этот активен. Просто я не удалял ошибки. Я не удалял ошибки. Я не удалял ошибки. Сейчас я беру, удаляю ошибки из автомобиля. Нет кодов ошибок. Выхожу пока из системы. И идем меняем катушку. Хозяин на всякий случай взял свечи и взял катушки. Две штуки. Меняем пока одну катушку. Ведь ругается он на одну. Ругается теперь он на первую. Откручиваю первую катушку. Я еще раз ее хочу посмотреть на свет. Потом отойду, на свету посмотрю. Новая катушка фирмы Delphi. Номер ее GM10590. Хундай Акцент Солярис Мадейн Чайна. Delphi Мадейн Чайна. Абсолютно одинаковая. Беру и ставлю. Надеваю разъем. Идем пробуем. Запускаем. Идем пробуем. Ничего подобного. Обороты плавают. Нет, выровнялись. Нет, выровнялись. Провал пропал. Провал не зажигается чек. После перегазовки почему-то обороты подплавывают, потом стабилизируются. Идем пробуем. Вот опять потряхивает. Ага, ее трясет все равно. Но чек не загорается. Ну, раз свечи купил хозяин, то и свечи я сейчас заменю. Что-то меня больше интересует ошибка. Ладно, глушу, проверяю ошибку. Зажигание включаю. Кодов ошибок нет. Пропуски зажигания не обнаружены. Так, ладно, выхожу и меняю свечи. Меняю свечи, разговариваю, разговариваю. Камеру не включил. Свечи я заменил, поставил с ЖК фирмы. Номер 1578 LZK R6B 10E. Закрываю крышку. Закрываю крышку. Закрываю крышку. Смотрите продолжение в следующей серии. Запускаем, пробуем. Ничего не изменилось. Обороты все равно подплавывают почему-то. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Ошибка не зажигается, но обороты нестабильны. На что она еще капризничает? Продолжение следует. Провал пропал. Дроссель на что-то может ругается. Чек не светится. Чек не светится. Ладно, проверим на наличие ошибок без чека. Продолжение следует. 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 Работает. Убираем. Все равно еще какие-то есть у него нестабильность какая-то в работе. Но то, что было, этого нет. Надо покататься будет хозяину, посмотреть. Заправиться еще на другой заправке. Ну, по крайней мере, чек не выскакивает. Провала нет. Ошибки нет. Работает устойчиво. И перестало вонять бензином из выхлопной трубы. Когда газовал сильно вонял. На этом все. Причина была в катушке. Свечи можно было, в принципе, и не менять. Всего вам доброго.